так запись пошла я еще там подрежу так не свернул там ничего не помню сколько так ну если вы вдруг включили это видео что сейчас будет происходить мы сыграем один тупусэн будем стараться играть как обычно единственное отличие вот обычной игры руки у нас будут открытые то есть партия обучающая и будем стараться какие-то спорные ситуации какие-то интересные моменты освещать да вот как как мы думаем когда играем то есть возможно это такая вот партия будет для кого-то интересной поучительной в общем посмотрим что выйдет вот мы построились 4 стены теперь дилер кидают кубы и мы случайным образом определяем место откуда будем начинать игру на кубах выпало три начинает себя считаю 1 2 3 один раз расскажу как это делается стена напротив и игрок который сидит напротив отсчитывает с правого края три штучки открывает 3 дуру зеленый дракон указывает красного дракона и начиная с дилера берем 4 4 4 и затем каждый игрок берет еще одну кость единственная дилер обычно сразу берет вот эту вот первую и через одну да то есть сразу берет одну и свой первый ход чтобы потом другие не ждали то есть берет 14 летаю ребят сейчас по 13 айлов у меня сразу 14 чтобы я мог сделать свой первый ход до обычного маджонг играют закрытую то есть только сам игрок видит свою руку но сегодня партия обучающая поэтому все играют в открытую но ребята будут играть так как будто бы они не видят руки друг друга да то есть основываться решение будет исключительно на дискардах на сносах так но первым делом нужно сортировать руку посмотреть что за дура обязательно до дура красный дракон у меня два красных дракона и вот первое до первого сноса нужно хорошенько подумать оценить хорошая у тебя рука или плохая на я первый дилер у меня две дуры это явно рука хорошая о чем я сразу задумываюсь о том чтобы кто-нибудь дал мне красного дракона но если я получу красного дракона то у меня будет все хорошо но с другой стороны может быть такая ситуация что мне красного дракона не дадут поэтому для подстраховки я оставлю еще белого и восток на чтобы получить какое-то ярко ну и смешу вот единичку на каждый ход один тайлет берем один скидывая до чтобы вы ориентировались у нас справа сидит вова напротив катя и слева лена то есть то есть если во время игры я буду на кого-то про кого-то что-то рассказывать чтобы вы понимали да сейчас явно хорошая рука которая может сложиться сложиться в таняо в пинфу до для ричи маджонга это очень сильные руки у нее есть возможность сыграть в открытую собрать таняо либо получить закрытую есть может быть сан шику 678 север конечно так восьмерочку пин я оставлю да и продолжу сбрасывать краевые краевым труднее всего получить какой-то сет к драконам и ветрам еще труднее получить но тут у них особая ценность да почему потому что мне хочется очень сильно выиграть эту руку и мне хочется получить красного дракона или какое-то другое яку двоечка зашла то есть один сет у меня уже есть ну продолжаю свой план исполнять на самом деле у меня еще один есть план это сан шику 456 тоже иногда может сработать все знают что такое тон пуссен смотрят из тех кто смотрят тон пуссен это игра грубо говоря половина от обычной а вот красный дракон выходит естественно я буду брать да говорю пон ну я скидываю потому что у меня достаточно быстрая рука то есть я надеюсь лена скидывает потому что думает что скорее всего удастся переиграть то есть собрать собрать быстрее да плюс вот еще по поводу сноса и кухайной доры дракона на самом деле чем быстрее ты ее скидываешь тем меньше вероятность что кто-то объявит на ней пон потому что у соперников могут быть одиночными эти тайлы да но ты должен быть всегда готов что все-таки пон объявят и чтобы играть против этого потом да ну соответственно в этот момент мне ну стали не важны вот эти тайлы потому что у меня появилась яку и мне теперь нужно собрать собирать сеты восток допустим два раза вышел он уже точно не понадобится и там видно напротив рук можно чуть-чуть перед подвинуть вот так да можешь сделать мертвую руку случайно вот тут выбор у меня идея белый дракон более безопасные но тут мне важнее получить сет поэтому я так белого просто скину то есть когда у меня на дилере дорогая рука я вообще не думаю о том чтобы там оставить какие-то безопасные тайлы я все силы бросаю на то чтобы собрать ее секреты техникам чана особых секретов нету так ну вот что тут у нас у нас чем-то пожертвовать поэтому пожертвую закрытостью руки и сброшу восьмерку то есть против дилерского понодор уже хочется хотя бы как-то побыстрее подешевле но прокрутить эту раздачу неприятную для всех на вот ловы и у катя не очень хорошие руки они тут скорее про защиту больше будут думать потому что но все-таки дилерский пандор в первой раздачи это большая угроза с другой стороны у меня такой дискард что пока непонятно что что-то жду прям я не скидывал центральные тайлы то есть довольно сложно прогнозировать что я сейчас могу уже рон сказать в любом случае это примерно дилерские манганы соответственно 12000 не лишний учитывая что сначала 25 так тройка но стройка естественно забираю в чип да и сношу одиночную восьмерку даже если вы особо не понимаете как там что происходит как складывается маджонги нужно собрать 4 с этой пару поэтому скидывайте одиночные тайлы если вы прям не знаете что там дальше делаете так вот здесь предлагаю взять темпай я скажу чип возьму единицу и вот у меня выбор как как ждать в танке да то есть пару на один тайл на четверку или на шестерку но тут на самом деле для ожидания в пару центральные тайлы типа четверки и шестерки они оба плохие поэтому я просто скину тот который вот считаю сейчас опасным чтобы если вдруг кто-то из соперников будет атаковать чтобы я им не накинул потому что я наверняка захочу какой-нибудь там запад или что-нибудь вот такое чтобы ждать в танке тайл который не встроится другим но пока что это шестерка опасаюсь трех открытий да вот тоже момент как как соперником защищаться против такого то есть когда у меня 4 тайла в руке осталось то я сижу вот так то скорее всего я уже темпай на скорее всего я уже темпай и вот как анализировать да обычно в маджонге я думаю что я возьму 4 скину восьмерку потому что она мне кажется безопасный виду он не знает как комментировать подобные восьмеркой конечно можно было в рон попасть но тут лена просто пытается маневрировать как-то перебить эту угрозу да то есть она свою руку собирает и при этом пытается не попасть в деле дилеру в открытие так что-то говорил интересное да как анализировать вот как против меня защищаться если особой информации нету если прям не знаете что делать то есть такая вот хорошая хорошее правило кидайте в те сеты которые уже есть то есть 1 2 3 ман 3 4 5 пин да то есть чаще всего так происходит что у тебя вот по трем мастям 3 с этой распределены not в среднем ситуации то есть у тебя есть че в пинах че в манах и че в со да тут у меня немножко не так но видите даже если взять ход назад то у меня примерно так и было да какая-то пара и вот все что то есть так идем дальше тройка на смотрю на стол вот я вижу одну шестерочку тут сбоку лежит тут тройка лежит но лучше буду ждать на тройку на шестерку скину тройка ближе к краю плюс если я шестерку скину то могут подумать что тройка безопасная плюс у меня ранний петушок это тоже как бы на подсознательном уровне 1 3 формы не было да как то что тройка не пройдет трудно думать пока но все равно я не считаю что это прям прям хорошее ожидание для танка четверка вот могу поменять на двухсторонние ожидания 47 я вижу что одна вышла и 2 у меня ну в любом случае это получше чем на тройку просто ждать на чтобы поменять такое вот двухсторонние ожидания нужно прям какой-то супер хороший танки таял двусторонние ожидания но всегда лучше но не всегда но практически всегда лучше только было последних за живут нашу ее бывают такие ситуации когда ты думаешь вот какой-то танки таял прямо не встроить никак в руку его скорее всего скинут 9 вот допустим по поводу девятки можно подумать то есть я могу предполагать что у лена нет девятки потому что не рано восьмерка снесена но про два эти дискарда я ничего не могу сказать поэтому прям утверждать что девятка хороший вейт я не могу потенциально напротив вижу все простые можно пора кидать можно пора кидать единичка пин хороший защитный снос согласно единичка теперь есть у всех ее можно придержать даже подумать о темпе и бросить сверочка со сверочка со можно конечно не и попробовать подождать вот я все со прокидал и тут четверки восьмерки то есть трудно ее встроить какую-то форму и кто-то может подумать что она безопасная но в такой ситуации когда у тебя пондор и вот здесь и здесь очевидно даже без открытых рук я бы понял что они уже защищаются против меня семерку они просто так не станут скидывать если прям какое-то затруднение будет по безопасным тайлом тогда возможно но просто так все равно трудно ожидать на плена берет он на семерке теперь мне надо снести что-то 5 или 8 ман и они обе опасны или двойки сом которые в принципе могут пройти скорее пройдут чем не пройдут учитывая 333 в эскардах я скорее снесу девяточка сработала бы но мы не могли этого знать один продолжаем защит север север дважды вышел на то есть обычно в такой сдаче ты уже будешь скорее всего с этим двухсторонним ожиданием сидеть до конца и пытаться как-то сумму вытащить вот могу на 3 6 поменять в чем разница 4 7 и 3 6 на столе я шестерок не вижу но у меня в открытиях тройка есть то есть чисто формально 3 6 хотя две шестерки у меня так да но на самом деле тут как угадаешь нет каких-то прям четких ориентиров что лучше да я обычно вот если касательно свои игры стараюсь просто не менять если не вижу что одно ожидание прям лучше другого да то стараюсь не менять возможно кто-то там по каким-то своим соображениям ему нечего будет кидать и он там рискнет четверкой или семеркой но если я из руки сношу ман да тайл ман допустим вот если я прям из руки сношу четверку то уже становится очевидно что она для чего-то нужна была не просто так там сидела до ждать в танке на 4 я бы скорее всего не стал то есть она не какая-то исключительная я бы для танки выбрал что-то в со то есть скорее всего у меня там какая-то форма протяженная но и уже можно будет более-менее разгадать поэтому я просто шестерку снесу сделаю вид даже что она мне даже ни секунды не подумал просто не нужна была вообще у меня ничего в монах нету вижу по четыре снесенной в каждой из рук тройки сношу 3 бетаори до конца да то есть здесь уже и изначально рука была не очень хорошая и сейчас смысла пытаться как-то накинуть нету да то есть лучше сохранить свои очки часто в маджонге вообще изначально перед раздачей у каждого вероятность победить 25 процентов то есть вот вы садитесь играть и думаете сейчас я выиграю сейчас я выиграю но вероятность победить сдача не такая большая затруднения подумаем нету абсолютно безопасного что что можно скинуть как не умереть но шестерка ману я вот скинул да то есть а можно по октаве кинуть тройку но это такое немножко опасное предприятие вдруг я специально эту шестерку скинул чтобы тройку как бы замаскировать в пинах тайлы есть что можно еще посмотреть можно попробовать четверки пин посчитать 1 2 нет не хватает а то есть какой-то вот к б на то тоже этого нету клинической болезнь но тут действительно трудная ситуация не так делать в игре в игре же все равно нужно будет что-то скинуть и какая есть логика вот хороший момент попался для видео какая есть логика когда вот ни одного безопасного ни одного безопасного что делать бей беги иногда в такой ситуации советуют скидывать тайл который у тебя есть несколько штук потому что если за один круг ничего не поменяется то у тебя будет еще один такой же безопасный тайл да но вот каких у нас тайлов несколько восьмерок троек пятерок семерок да и подсознательно как-то вот не знаю если мы берем маны то они все не проверены да то есть вот эти верхние и даже на тройку можно как-то после этой шестерки тройка наоборот выглядит подозрительнее да а вот пины как-то вот я прокидывал здесь у меня сет готовый то есть и ты видишь у себя много пинов то есть трудно прям представить какую-то форму в пинах да вот две четверки три пятерки ты видишь которая ждет то есть я бы наверное скинул трудный момент но 5 пин 7 пин я думаю как-то вот в эту сторону я бы смотрел наверное я бы скинул 5 пин 5 пин да то есть изначально вот у меня была такая форма осталась одна пятерка пин и она акадора на 3-4 пин тоже не так просто иметь да то есть мне нужна еще одна четверка которых две штуки и еще одна тройка которых тоже две штуки то есть на пятерку довольно трудно ждать восьмерку я скидывал да то есть возможно какое-то ожидание акадора танки но я бы наверно с тремя дорами выбрал ожидание которое чаще выиграет так вот меня получается чемпай чемпун ну а тут можно предполагать ну на самом деле да акадор всех не видишь то тоже может быть таня ау 3 акадоры но дилерские 12 то во первых очевидно что у меня уже есть 12 и акадоры тоже могут быть у меня а у лены может быть максимум 8 это нечасто да потому что в игре есть только 3 акадоры и они случайным образом распределяются между соперниками и то что все сразу три пойдут сюда это не не такая большая вероятность нужно подумать успею ли я выйти в темпай чтобы не потерять очки скорее всего не получится тут слишком мало готова и придется двойкой ман рисковать скорее всего лучше не рисковать девятка вот девятка смотрим на стол раз-два то есть если ее ждать то это на последнюю в танке в конце раздачи в принципе такой вариант возможен но не слишком вероятен все же потому что у меня был я по сути ничего в руку не встраивала вот с этого вот с этого момента да и в тот момент уже было видно эти девятки я бы наверное для танки вейта какой-то получше выбрал не стал бы прям за эту девятку до конца держаться ну да и 6 7 8 9 быть не может петушок шестерка зашла но все равно взять ее уже нету поэтому просто безопасный какой-то тайл выбрать один так погоди просто если что один не один безопасно потому что ты на него вроде как брал напротив но я все равно могу один я могу ждать то же самое два три у меня может быть и пара то есть лучше здесь восьмерка восьмерка у тебя против меня и против лены безопасно ну подожди у него две двойки еще одна на столе ну ну все равно вот я вот видишь 23 я могу нет я понимаю что ты можешь а тут нету нету смысла рисковать последнее взятие темпаю точно не будет гарантированно против одного и второго оппонента сыграть то есть мало вероятно что эта единица прям полетит но зачем если можно безопасно сыграть пятерка вот кстати интересный момент последнее взятие то есть я уже точно не выиграю и накинуть сейчас будет неприятно но пятерка вроде как безопаснее поэтому я ее скину вот мы сыграли раздачу да в конце показываем темпо если темпой но там если но по идее должен быть ренчан но мы просто показать да кто темпая не показывают свою руку но ты нас просто закрываешь и перераспределяется 3000 очков то есть у меня будет плюс полторы у лены плюс полторы вовы и кати по минус полторы по идее должна быть еще одна моя сдача но мы отдаем кубы дальше чтобы слишком длинное видео не получилось что бы и нас и под ну короче побольше чтобы это и стайликами там но разно так он там пишет да красненькая горит делай еще как-нибудь что вот с камеры что записываем как творческую проявить творческую жилку север забирай всеми то на профи вот мне снова я сразу вижу еще не ассортировавшим снова хорошая рука очень важно когда получаешь стартовую руку примерно понять оценить ее хорошая плохая средняя так вот у вова тоже хорошая рука может не очень хорошо видно двойной восток пара и кухайная пара да можно задуматься охотницу но с другой стороны есть акадора и если ты возьмешь пон на востоке и на зеленом это уже будет 5 800 с акадорой 12 поэтому не знаю я бы наверно запад сыграл просто да он утяжеляет скорость усложняет сбор усложняет сбор не дает яку не дает хан здесь рука такая средненькая но в сторону хорошие да потому что есть все таки формы подтонял можешь собраться есть одна дара дара север в этот раз пересдача так ну давай давай сыграем все таки сдать вот что за ситуация поменяемся сыграем с дачевой тоже ситуация во многих правилах есть пересдачи на 9 разных да ну как то считается что если 9 разных зашло то очень трудно играть и там практически ничего не собрать но во многих правилах 9 разных все таки не пересдается в том числе яма правила на турнирах поэтому у нас есть выбор что делать с такой рукой можно попробовать ее собирать напрямую как вот ну 4 сета и пара да но скорее всего ты в этой гонке проиграешь потому что ну у других вот даже если сейчас посмотреть раздачу явно быстрее есть вариант попробовать что-то дорогое собрать и чаще всего делают так не факт что кокуши вот какую-нибудь чанту попробовать или попробовать если супер важная сдача можно попробовать все таки выцепить якухайную пару и как-то на открытиях от отзуки сыграть но я бы допустим с этой руки просто 7 пин скинул и дальше думаю да ой я акадору получил рука еще лучше стала здесь выбор который часто ребята неправильно делают у меня есть выбор снести юг или снести красного дракона и чаще всего разницы не будет сначала я снесу юг потом красного дракона или красного дракона потом юг но если прям до мелочей если вот там хорошо будете играть то с такой рукой лучше снести вперед красного дракона то же самое что я говорил в прошлой раздача чем раньше ты снесешь и тухайный тайл тем меньше вероятность что кто-то его объявит да а с такой рукой я подозреваю что у меня лучше чем у других игроков шансы на победу мне хочется в закрытую ее собрать кинуть ричи да то есть суть ричи маджонга тебе хочется все-таки закрытую руку с ричи собрать это самая выгодная стратегия так вот 9 команд заходит ну здесь уже 800 4 зеленый дракон это пон это 100% пон и дальше выбор что снести 2 кажется интересным сносом в надежде на увеличение стоимости иначе а какое увеличение стоимости еще полон сюда это готовая пара лучше в такой ситуации вот я бы два варианта рассматривал 8-9 ман можно рассмотреть вариант можно рассмотреть вариант 5 ман ну либо если просто напрямую прем это Акадора но мне не хочется здесь скидывать Акадору все-таки потенциально 12000 можно собрать да я бы вот 8-9 ман кидал да вот эта форма в манах она может дать пару да она может 2 сета то есть она такая гибкая а край на семерку да опять же на него рассчитывать прям сильно не стоит тут тоже кстати выбор когда мы проносим край можно проносить край с девятки начиная можно проносить край с восьмерки в этой ситуации лучше с восьмерки потому что если зайдет семерка шестерка мы ее к пятерке сможем оставить а девятка если вдруг тоже зайдет в пару все-таки она ближе к краю и реже нам встроиться в таняо она не идет и можно будет на ней пон сказать да тоже как бы мелочь мы все равно их подряд скорее всего снесем но лучше с восьмерки тут начать дура дура в пару рука тоже стала хорошей да и тут у нас выбор что делать можно зафиксировать рианман да 3-6 пин можно зафиксировать рианкан мне больше нравится вот этот ход да то есть мы в монах форму оставляем я думаю собирается в пару да чтуицу тоже один вариант из таких рук двойка у меня нет пары поэтому двойку я пока оставлю юг снесу восьмерка не нужна сумогиль о отлично даже саншику 4-5-6 может быть иногда ну вот здесь интересно как сыграть интересно как сыграть стандартный ход это вот такой вот можно единица здесь не очень хорошо потому что ты рианман теряешь да рианман сильная форма которая в две стороны ждет вот это стандартный ход но есть еще ход вот такой да на что вот такой ход рассчитан что ты возьмешь чи на 4-5-6 и у тебя будет яку саншику 4-5-6 либо пятерку возьмешь и сможешь как раз таки вот так скинуть и ждать в пару на север да можно будет подумать что у тебя таняо и север кто-то ну скинет тебе в саншику три дуры но мне кажется что все таки два пин здесь закрепить рианман стандарт так еще одна пара зашла так четверка со отлично да то есть у меня такая уже интересная прям рука становится ну девятку кидаю потому что на в таняо не лезет белый вот выбор белый оставить либо девятку тут уже лучше наверное белый оставить да что девяткой можно накинуть пинфу в две стороны белый скорее всего пройдет плюс если он в пару зайдет тоже хорошая пара будет так о отлично шестерка вот тут опять возможны варианты да можно домотенить саншику на пятерку да но нужно посмотреть подумать насколько вообще вероятен выход этой пятерки да насколько другим игрокам не нужны тайл и ман ну в принципе нет такого что кто-то там хоницу на манах собирает или еще что-то то есть в принципе пятерку ман можно ожидать но есть другой вариант сыграть агрессивно кинуть ричи четверкой без саншику на семерку залом сделать тем более тут шестерка в дискарде я прям не знаю как бы я сыграл ну возможно домотен я даже не знаю ну вот сыграй и да выбор тебе еще 8 не лежит я могу отказаться от 5 потенциально ричи четверки пускай палочка будет вот где катя кинул ричи но у нас сразу три получается хороших руки за столом и тут скорее всего кто-то кому-то накинет что я тоже так просто останавливаться не хочу вот красный дракон скидываю не думаю получаю 6 6 ну белый наверное да белый дракон то есть вова тут скорее всего будет до некоторой степени атаковать но у него пока не готова еще рука у меня и лишь антен да то есть еще одна важная тема про заломы ваш залом не очень хорош если против вас не защищаются да вот тоже нужно помнить и ну тут трудно было предположить что мы не будем защищаться потому что еще самое начало сдачи семерка семерка мне заходит у меня такая хорошая форма ну я здесь двойку кидаю то есть рука для атаки отличная тем более двойкой не так часто я в рон попаду тройку сон 3 5 оставляем двойка последний снос было абсолютно безопасно я могу сбросить 2 с другой стороны при сбросе 4 6 и ричи на 4 это тяжело ожидать в 5 да но можно поэтому ну пускай двойка так шестерка парам-парам-пам да вот ли нечего кидать но девятку девятка на девятку трудно ждать вот рука казалось бы хорошая дилерская но опасные тайлы один за другим заходит можно попробовать все таки усидеть на двух стульях да скинуть пятерку если пон на востоке возьмем то у нас и рука вперед двигается и стоимость сильно повышается так что до некоторой степени пока цепляемся восьмерка вот это темпай с одной стороны да с другой стороны у меня получается танки вейт либо на четверку либо на пятерку да пятерка только что проходила и я делаю вид что я защищаюсь знаю что есть акадора пятерка я не кидая ричи просто вот так сижу спокойненько да если что я могу перестать получить какую-то многосторонку все и опять же кинуть ричи четверка со зашла рука становится прям интересной вообще в такой ситуации учитывая очки и мне кажется нужно рисковать девяткой шестеркой то есть одну октаву проверить против раннего ричи тем более ты на дилере если будет сумо то все равно заплатишь больше то есть не так много тайлов проверено можно сейчас больше нечем все остальное выглядит куда опаснее ну тройки можно как то подумать осьмановые но прям защиту с такой рукой я не советую ходить ну я подумал про мановую тройку мне сейчас стоит сказать пон наверное да тебе стоит сказать пон не ждать погоды с моря да и вот у тебя выбор как сыграть ну и тройка и шестерка одинаково опасные в принципе шестерку просто кидаем и ожидание в две стороны на самом деле вот эта рука дилерская рука с дорой с ожиданием в две стороны очень часто уже идешь с этой рукой до конца потому что у тебя отличные шансы на победу тем более ты на дискард ждешь в две стороны то есть тут уже особо останавливаться смысла нет даже дорую все равно восток стоит подумать вообще на месте лена я бы уже наверное защищался потому что рука такая ну это же Лена то есть уже как-нибудь единицы ман или ну единицы ман наверно то есть их уже я единицу проверял так восьмерку вот я получаю многосторонку то есть если я речу у меня вейт у меня вейт давайте подумаем какой 2.5 точно есть 2.5 точно есть вот так еще 5.8 восьмерка есть что еще у меня тут может быть 2.5.8 что-то еще есть по-моему ничего больше нету да теперь я думаю насколько хорошие 2.5.8 вот одна восьмерка есть две пятерки есть двойки со вообще не выходили нигде но я в такой ситуации просто кину ричи загоняющие хорошее ожидание хорошая стоимость и пейка может быть на самом деле вот опять же про себя скажу я бы все тайлы на месте Вовы кидал против двух ричи все равно ожидание нормальное за цумо мы заплатим по-прежнему тройка вообще вот как раз ситуация три хороших руки было и все три сражаются о у меня и патсу цумо да вот повезло ну трехсторонка выиграла это как бы хороший расклад для меня ричи и патсу цумо пинфу и пейка есть и пейка нет по-моему да и пейка нет ричи и патсу цумо таняо и даже пинфу нет это как есть вот у тебя пара вот у тебя ожидание пинфу есть ты чё да в смысле ричи и патсу цумо пинфу таняо дура 12 тысяч 2 да когда я не ш 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 Да, по поводу того, как мешать стайлики. Вот видите, мы сначала прям сильно их разбрасывали во все стороны, потом перевернули и еще раз немножко подвинули. Да, первый вот этот раз, когда мы сильно их ломали, чтобы с этой пары в разные стороны разлетелись, чтобы не было готовой руки в следующей сдаче сразу же у кого-то. Что-то на шоке не выйдет. Нужно еще оттайвы и к ним собрать сейчас. Эй. Кидаем. Так что я с тем не собираю? Не факт, что это выпадет. Шесть. Забирай кубы сразу. Так, Дора Юг. Так, ну я снова вижу, что у меня неплохая рука. То есть вот на такой стадии уже можно подумать немножко о положении в ханчане. Да, я помню, что у меня было сумо 12. Поэтому, в принципе, даже, возможно, я тут не буду... Так, что кто-то не взял тейлик. Возможно, я даже не буду кидать ричи, если у меня какой-то яку будет. Просто, чтобы прокрутить раздачу. То есть всегда важно понимать ваше текущее место в ханчане, да? Так упал. Ну, тут пока собираю, просто краевые ненужные кидаю. Здесь нужно думать о плоской руке с двумя дорами, которые не являются ни моим ветром. Да, вот здесь интересная ситуация. Тоже один из таких классических случаев, когда куча дор, но собрать их как вообще непонятно. Да, но самое вот, что первое приходит на ум, какой-то яку нужно, чтобы открывать, да? Ну, вот белый дракон у нас пока есть яку. Другие варианты вообще даже не видно. Ну, какой-то, может быть, 3-4-5 саншеку, что-то вот пока не ясно. Итсу в пинах. Девятка команд тут явно не нужна. Пинфу, пинфу еще. Пинфу, да. Ну, пинфу это... Критудзуки оставляем. Пинфу это, если прямо они зайдут все... То есть не факт, что я. Пинфу хочется все-таки, чтобы можно было открываться, да? Когда у тебя много дор, тебе хочется как можно быстрее. То есть открытие... Можно вопрос по поводу руки. Да. Почему мы скидываем девятку мана, а не восьмерку со? Девятку мана, а не восьмерку со. Потому что восьмерка со, к ней все-таки можно получить семерку, да? То есть и образуется рянман как раз под пинфу. А девятка, она не даст такой возможности. Так, вот я получил юг. Юг это Дора. Вообще, тут, если вот прям... Я знаю, что игра скоро закончится. Можно и кинуть юг. Особенно, если южный раунд, да? Чтобы сразу, как бы, разминировать, да? Посмотреть. Если у кого-то есть пон на юге, я защищаюсь после него. Если нету пона на юге, я не... Ну, как это... Спокойно собираю дальше. Потому что шансы на сбор у меня тут есть. Давайте подумаем. Наверное, если я учитываю, что конец игры, то я просто кину юг. Как раз не буду особо за стоимостью гнаться. Я на первом месте. Второй юг, если даже зайдет, у меня будет три пары. Мне будет трудно это собрать. А вот Вова начинает думать, нужен ли ему пон на юге. Может ли я от Эдзуки? Да, как-то что-то рассчитывать. Ну, я бы тут пон на юге не брал, потому что... Ну, пока плана на победу никак не состряпать. Никакого. Здесь я бы уже кинул восьмерку со все-таки, да? Потому что белый дракон очень сильно нам упростит задачу. Плюс появился небольшой шанс на хонницу в пинах. То есть иногда можно про хонницу подумать. Так, семерка, отлично. Единица опять, опять нужно думать. Вообще единицу уже можно попробовать взять, да? Можно попробовать взять. Если я соглашаюсь. Да, то есть у нас будет, да, хонницу. Но наш план превращается в хонницу. А тут же все еще? Можно Итсу считаем. Можно Итсу как-то потом, да, если шестерка. То есть можно попробовать взять и скинуть какую-нибудь тройку или... Ну, тройку, наверное, да. Вот как-то так. То есть... Возьми что-нибудь. Чи? Подумай. Или все-таки ничьи? Вообще, вот когда такая пограничная ситуация, еще хорошие игроки начинают задумываться, насколько вообще твой камича будет тебя душить, как говорят. То есть насколько ему выгодно давать тебе открытие или не давать тебе открытие. А вот в данной ситуации я на первом месте, и мне выгодно, чтобы прокрутилось. То есть, скорее всего, я сильно сдерживаться не буду. Возможно, даже где-то помогу немножко. Но если я прямо увижу, что дорогая рука, скорее всего, я просто отступлю. Да, то есть тут такая двоякая ситуация. Лучше взять. Осьмерка. Ну, мы девятку уже скидывали. Единица. Ну, здесь что-то вроде есть, но, опять же, трудно. Так, вот единица. У меня закрылся. Сет один. Ну, и идем в пинху. Да, вопрос, какую пару пронести? Вот эту или вот эту? В чем разница? В чем разница между этими парами? Вообще говоря, девятки, если у меня будет пара девяток, то в случае чего мне будет легче зафолдить, уйти из сдачи. Да, а если я оставляю пару шестерок, какой плюс? Я не рискую сейчас. То есть, вполне может быть ричи и на четвертом ходу, и на пятом ходу. Да, и я одну шестерку снесу, а вторую накину. Да, ну, то есть, если я успеваю, обычно скидываю пару шестерок, да, чтобы, если что, девятки у меня остались, я мог перестроиться как-то. Четверка. Чуть интереснее. Вот чуть интереснее, можно уже про закрытую руку подумать с ричи. Интересная, действительно, ситуация. Я бы, на самом деле, сыграл, наверное, три ман, да, белого. Ну, стандартный ход выглядит, это с нос белого просто, чтобы сохранять все формы. Это же по три ману. Да, но три ман, он как бы более такой гибкий. Все-таки белый дракон, если заходит, он прям сильно нас спасает. Так, зеленый. Ну, зеленый, я вижу, что безопасный. Вот как раз важно иметь безопасный тайл, если у вас все формы определены. Скидываю шестерку. Да, вот здесь снова можно задуматься. Шестерку можно взять в 4-5 и будет, как бы, потенциал на ИЦУ. Ну, три единицы уже вышло. Ну, три единицы уже вышло. Наверное, тут уже лучше пропустить. Сколько он? Нет, я у него нет. Девятка. 32. Двяка, чтоб ты нет. Сука. Поверил, ты у меня фул. 50. Ну, да, две раздачи осталось, я должен любую руку пытаться создать, пока. Тут можно подумать о Саншуку, да, но, скорее всего, не соберется. Я бы просто пятерку скинул, она не особо нужна. Думаешь, еще не поздно? Да, не, не, ну, а чего мы боимся тут? Мы тут пока ничего не боимся, никто речи не объявил. Ну, конечно, я вот пронес две шестерки, то есть это уже не очень приятно, но я и Дору снес, не факт, что у меня там дорого. Скорее всего, я на первом месте просто пытаюсь как-то, ну, разминировать вашу ситуацию. О, четверка. Надо показывать, что форма 9.8. А тут уже, наверное, лучше белого дракона, потому что 9.8 может все-таки закрыться. Понятно, что мы будем ее потом проносить, но если вдруг семерка зайдет... Хорошо, трехсторонка. Да, семерка, вот я две шестерки скинул, тут ранняя девятка, то есть семерка может быть в стене. О, у меня темпай. Ну, и я тут речи, конечно, кидать не буду с первого места, да, но если бы я был на последнем месте или у всех поровну первый восток, это, безусловно, речи на пинфу. Пинфу хорошая рука, хороший шанс на победу. Я просто дамотен выбираю. Дамотен. Единицу тут никогда не устроить. Если прям сильно бояться по сносу вот этого безопасного тайла, можно понять, что я темпай, но далеко не всегда даже в такой ситуации ты будешь защищаться. Если у тебя там одна-две доры есть, ты все равно будешь против такого рисковать. А вот Катя на дилере хорошая рука, да, сразу отступать смысла нету. Восьмерка, ну, к сожалению, к сожалению, да, это нужно, тут никак этот тайл не остановить с такой рукой, да, и я объявляю урон пинфу. Да, тут почти что-то начало собираться, но трудно, конечно. Такие руки очень часто проигрывают, и это обидно выходит, но нередкий, в общем, вариант развития событий. Так, надо дальше пинфу. Натрасим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 на последняя сдача в этот момент игроки примерно уже догадываются какие места и светят кончания у каждого свои цели и кстати вот по поводу последней сдачи последних двух даже сдач очень важно понимать у кого какие цели у кого с кем какая разница потому что очень часто можно своих же интересах помочь кому-то или наоборот гадость кому-то сделать чтобы самому оказаться повыше в этот раз у меня рука средненькая ближе к плохой то есть мне тут важно собрать быстро 1000 но быстро 1000 у меня тут нет скидывать девятку вот тут как раз драконы будут очень полезны если я получу драконов пару я смогу очень сильно ускориться не беру потому что форум в принципе хорошие ну да то есть тут пока я класса бонит вот сразу отмечу момент пока заметил эта ситуация север первый снос все таки лучше опять же разница будет минимальная то есть ты скорее всего эти драконы скинешь подряд все да но лучше начинать с юга понятно почему нет он еще не вышел тут он еще вот так почему юг вперед нужно скинуть потому что есть игрок которому юг дает 2 хана ну окей я просто задумался что у нас ороса даже так это твой ветер твой ветер вот если есть дракон и если есть свой ветер выгоднее оставить свой ветер потому что твой ветер он только для тебя дает выгоду да а для других игроков это будет балласт то есть вот и мне зашел север я его никак и для якуни использую то есть не никак его не встроить да а зеленый дракон если зайдет я могу nokia и подождать второго зеленого и там уже самому с ними атаковать развитие доицу вот эти все формы хочется оставить а вот как раз сианпон на центральный тайл даже если он выглядит что их больше они на самом деле часто будут встроены в руки других посмотри а мы поскидывали девятки но у нас нет девяток но у меня есть но она потом зашла уже в общем краевые они намного лучше так вот здесь у меня уже немножко нужно момент решать что мы делаем да то есть уже конец сдачи допустим единички я если тут кинут ричи смогу себя скинуть напротив у меня безопасных особо нету да но в первую очередь окажешь против дилера думаю играть не играть но я бы тут все равно скинул единички то есть я не вижу что у меня рука прям хорошо собирается сейчас акадору я не хочу кидать потому что можно уже ей накинуть все таки да особенно после такого сноса поэтому я единичку просто скину играю безопасно с первого места семерка ну семерку на скидывать мне как вы не встроим петушок пятерка что тут по формам тут и шанты они это тоже там по это ты шанты нет там по на 6 ман на 6 ман да но темпай такой темпай не но все равно дилера таняо тут вопрос ты на втором месте на втором месте но мне кажется что однозначно темпай нужно брать в такой ситуации потому что вот эта форма у тебя может развиться там да и пейка и да еще чего-нибудь плюс ты сможешь уже сейчас взять рон на шестерке 3900 неплохо я понимаю здесь дура но просто еще такой момент что вот этот и шантын он выглядит неплохим но по факту он может очень долго вот так у тебя лежать лучше на лучше взять темпай если бы ты была на последнем месте можно даже ричи кинуть специально с плохим ожиданием чтобы мы испугались или как-то там начали по октаве пытаться что-то заходить никто но пока не октаву но тройка может как-то там из-под ричи вылететь я уже после этого довольно безопасно играю шестерка вот как раз повод сказать ричи да даем ричи в рянман у нас хорошая стоимость и ожидание неплохое так правилам я сначала сношу тайл потом говорю ричи говорю ричи сношу тайл к воду сносу так тройку пенду мы хочешь ждать тройку пен сбить и паться да но ну тройку пенду ну тройка пенду тройка салуч и ну накидывать мы не хотим у нас нет ничего тройку да а вот четверка ну тройку солочь так дилер видит что ричи хочет кинуть догоняющие или не хочет он ждет на шестерку которая тут лежит поэтому он немножко делает вид что защищается чтобы мы скинули ну а мы в свою очередь пытаемся в этот момент смотрим на дилеры пытаемся понять блефует он или нет или действительно он защищается как понять смотреть в глаза спросить блин я у меня еще это грешка можно на маршруле отправить с такой плачущий смайлик вот на самом деле на сносе восьмерки я могу немножко напрячься типа начать подозревать что-то это не слишком безопасно к 6 7 прокинуто да но я взял дали на тройку проверили да а у меня кстати пай будет но сомпая в дырку на 6 нравится да я нечего не я просто так снесу сума двойка ричи сума там пин у радура но ты на 2 все вот надо играли нашу сдачу если вдруг досмотрели это видео до конца если вдруг она вышла пишите что думаете интересно ли вам что вообще вам такое если интересно попробуем еще чуть-чуть поснимать спасибо за внимание и вам спасибо за игру нажми на красную